И снова всем привет! Вы смотрите новый выпуск Кинотайм на телеканале Нефтекамзе 24. Это значит, что Парк Синема снова показывает самые крутые новинки на своих больших парящих экранах. Что ждет влюбленных после? Вторая глава. Довод Кристофера Нолана. Семейное кино, мультфильмы и хоррор, чтобы пощекотать нервишки. Вы так долго ждали, и они вернулись. Хардин и Тесла снова расскажут вам историю, точнее продолжение истории своей любви на больших экранах Парк Синема. И что же окажется сильнее? Их прошлое или настоящее чувство? Вова. Хардин Скотт? Твой типаж плохие парни. Можно один вопрос? Ты влюблена в него? Да, во второй главе романтической истории у главных героев появится новое искушение. Проверка чувств на прочность выйдет на новый уровень, благодаря появлению в жизни Тессы перспективного поклонника. Кто выиграет в битве за сердце девушки? Красавчик и поистине бэтбой Хардин? Или интересный и привлекательный коллега Тревор? Горячая история стартовала на больших экранах. Шпионский блокбастер-довод Кристофера Нолана не только шумное и эффектное, но и очень замороченное кино. Рейтинг высокий, а вот отзывы неоднозначные. Чтобы понять, что же происходит в этом фильме, нужно полностью погрузиться в эту атмосферу. А для этого нужно прийти в Парк Синема. Вы не понимаете, во что ввяжетесь, если войдете в эту дверь. Я войду, так что советы приветствуются. Если коротко, то после теракта в Киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, торговцу оружием. И здесь-то агенты используют, казалось бы, нереальный метод — инверсию времени, заставляющую уже прошедшие события идти вспять. На больших экранах Парк Синема стартовал фильм «Львица». Речь в фильме пойдет о настоящей хищнице. Правда, я сейчас не о Меган Фокс. Просто группа людей окажется в заложниках у дикой природы. И по традиции, конечно же, в борьбе за жизнь победит сильнейший. Его разорвали. Это лев. Иногда льва охотится на людей. Нет, бегите! Она любит убивать. Почему именно она? Самки прирожденные убийцы. Саманта возглавляет команду наемников, которая отправляется в Африку, чтобы спасти похищенную дочь местного губернатора. Когда операция срывается, команда оказывается в самом сердце африканской саванны. А по следам за ними идут не только похитители, но и разъяренная львица. В последнее время в киноиндустрии появляется все больше режиссеров-экспериментаторов. Благодаря им мы можем смотреть самые необычные фильмы. Создатели таких проектов, как «Прочь» и мы презентовали свой новый фильм. И в этот раз нас снова ждет нечто максимально необычное. Африканской саванны. Здесь она – рабыня на плантации, у которой нет никаких прав. Она должна скрывать тайну своего попадания сюда и найти способ вернуться назад в свое время, пока не стало слишком поздно. Фильм «Мулан», мировая премьера которого переносилась аж несколько раз, наконец-то вышел на больших экранах. Яркая, красочно интересная история о смелой девушке-воине стартовала в парк-синеме и должна привлечь максимальное количество зрителей. И если вы, в числе тех, кто еще не увидел эту историю, бегом в парк-синема. Изданный императором Китая указ о призыве на службу в армию одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков вдохновляет «Мулан» занять в войсках место больного отца. Маскируясь под мужчину, девушка подвергается испытаниям на каждом шагу, проявляя свою внутреннюю силу и истинный потенциал. «Мулан» ждет эпичное путешествие, которое превратит ее в доблестного воина и позволит заслужить уважение народа и стать гордостью отца. Когда станет известно, кто ты, участь твоя будет печальной. Я Хуа Мулан. Я принесу славу нам всем. Испано-аргентинский приключенческий мультфильм стартовал на больших экранах парк-синема. Самое время идти в кино всей семьей вместе с детьми. Ко-ко-ко. Если ваш ребенок говорит вот это слово, значит самое время идти в парк-синема за билетами на мультфильм. Удивительные приключения необычной курочки, которая не умеет откладывать яйца, но зато обладает другими талантами. Как ни странно, эта маленькая птичка умеет отлично петь, танцевать и уже мечтает стать звездой цирка. Это будет незабываемый вечер. Огонь! Фильм «Заклятие. Дом номер 32» снят в духе знаменитой серии «Ужас о Митивилле». И, к слову, история, рассказанная в фильме, основана на реальных событиях. 70-е годы прошлого столетия. Жуткие послания и присутствие чего-то сверхъестественного. Вот что ждет испанскую семью вскоре после переезда в новую квартиру. Нечто выходит с ними на связь через парализованного деда. Чтобы выжить, героям предстоит разгадать все тайны дома номер 32. Раз, два, демон заберет тебя. В самое время рассказать вам об акциях, которые готовит для вас Парк Синема, для того, чтобы просмотр кино стал максимально комфортным. Парк Синема напоминает. Каждую среду фильмы из категории «Киномикс» идут по рекордно низкой цене. Всего 150 рублей. Для тех, кто рану встает, действует еще одна специальная акция. Билеты в кино за 120 рублей. А еще спецпредложение для тех, кто живет в доме под номером 32. Приводи на фильм «Заклятие. Дом номер 32» двоих друзей и получи один билет на хоррор бесплатно. Не забудьте предъявить паспорт с пропиской на кассе. Кинотеатр Парк Синема работает и с радостью ждет своих зрителей. Здесь соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. Ну а вы смотрели новый выпуск программы «Кинотайм» на «Нефтекамск-24» и, надеюсь, успели выбрать себе кино по вкусу.